привет народ завтра у нас открывается сезон охоты на оленя поэтому сегодня мы поговорим немножко о том что у нас что мы планируем завтра и вообще про охоту на оленя как сезон охоты на оленя начинается с конца августа и заканчивается в конце ноября делится он на три разных сезона первый месяц весь сентябрь и недели две недели сентября предназначен для охоты из лука потом три недели это охота из мушкетов и затем три недели это охота из винтовок так как упоминал в предыдущих видео в разных районах охоты можно брать разное количество добычи от 1 до 3 оленей район в котором мы охотимся можно брать только одного оленя на лицензию охотиться мы будем на частной территории конечно же с разрешения хозяина но есть и также королевские земли на которых можно охотиться без без разрешения то есть доступ всем открыт охотничья этика вообще гласит там то что на частную территорию вход без разрешения запрещен кроме того случая когда вы преследуете раненую добычу вы должны зайти в самом зайти выйти самым коротким путем вы обязаны приложить все возможные усилия на то чтобы найти раненую ранее животное в этом году это будет третий год то что я езжу на охоту на оленя предыдущие два года были безрезультатными в целом причина то что они были безрезультатными то что я не сильно старался в том году я выехал всего лишь один раз год до этого выехал два раза из этого тоже недостаточно выезжал не охота была безрезультатная в этом году мы выезжаем в первый же день открытия сезона нас дверь еще будет не пуганный поэтому надеемся что что будет легче также у меня есть выходные которые я взял с работы специально для охоты на первый на второй день открытия сезона и также буду больше охотиться на выходных так что надеюсь все таки будет результатный как-то не хочет уже возвращаться домой с пустыми руками третий год подряд привет народ идем и на охоту уже сидели два часа темно было не снимал но у нас была опять . сейчас мы ехали проверить ружья проверка показал что ружья работает обратно сидим ждем сережа короче оленя ушли на дальний картон ждем оттуда оттуда в тот раз самка пришла когда мы смотрели где будем сидеть или оттуда самка туда пришла а там было пять самцов и сегодня уже с оттуда самец пришел но у нас опять есть вот там черное пятно черное пятно вот это это берлога там медведь ложился спать но ушел день следующий опять у нас пять утра краткое содержание предыдущего дня сели мы в засаду в 6 утра охота начинается с 7 утра просидели в засаде до 11.30 вышли на обед перерыв согреться вернулись в засаду в районе часа и просидели еще до трех часов по результату видели одного оленя к сожалению не смогли его застрелить и потеряли ключи от машины так что результат такой плачевный но сегодня новый день посмотрим что он нам принесет поехали народ продолжение вестись полей сережка сегодня мы без дырна ждем оленей они все не идут на самом деле вышла одна самка с утра но еще было темно не видно с трудом заметили ее да и стрелять еще нельзя было когда заметили она уже ушла но зато прошла лисичка и три койота птичек много летает сегодня сегодня немножко светлее не так пасмурно может поэтому более активные животные но и похолоднее из-за этого я нашел ключи есть из полей мы сегодня закончили нашу охоту сейчас у нас в районе 11 часов все устали второй день у тебя звери там под ногами у меня звери там дикие родственники тех которые бегали с утра сегодня да у меня закончились выходные поэтому в следующий раз наверное будут выходные или эти или следующие зависит от работы конечно же так хотел рассказать о снаряжении еще один еще один о снаряжении которые используем для охоты на оленя кроме винтовки с патронами конечно же очень важно теплые ботинки зимние ботинки не промокающие теплые штаны самый теплый теплая куртка обязательно должен быть оранжевого цвета либо куртка должна быть оранжевого цвета как у меня либо можно любого другого цвета сверху железь и шляпа шапка тоже обязательно оранжевого цвета чтобы другие охотники видели то что она на территории находится еще один охотник и не стреляли в его сторону Барли знаете что Барли так внимательно смотрит вон что она палочку положила и хочет чтобы ее кидали да? перчатки еще очень советую вот такая вот штука это не реклама химические обогреватели они могут быть любой фирмы да? любой фирмы любого размера у меня маленький потому что очень удобно запихнуть в перчатки и в ботинки ножны ботинки на носки что это такое? в целом это химический обогреватель в нем находится химикат какой-то не знаю точно какой если их размешать хорошо когда их размешать хорошо то начинает греть доходит по-моему до 50 градусов на протяжении 18 часов очень удобно и тепло когда надо да надо надо не забывать да собаки собаки кинь палочку ты кого обманул ее ли меня ищи палочку ищи палочку ищи палочку ищи палочку куда улетел я не знаю всех обманул но она найдет в конце концов как у нас ладно всем пока бай бай